12 марта 2019 года в Москве проходит мероприятие компании Palo Albo Networks. Это мероприятие с каждым годом собирает все больше и больше количества участников во всей Москве и в регионах. И это не еще одно мероприятие по информационной безопасности. А что это за мероприятие? Давайте спросим у участников, которые проголосовали своим временем и своими деньгами. Это один из наших любимых вендоров. Мы всегда поддерживаем его во всех его начинаниях. Здесь не позиционирует продукт, здесь позиционирует эффект продукта. Я активно слежу за новыми продуктами, такими как XDR. И, естественно, их судьба и развитие меня очень интересует. Присутствие для тех, кто является интегратором в информационной безопасности, оно обязательно на таких конференциях. Все уникальное. Новые люди, в принципе, новые атмосферы. Я в таком конференц-зале вообще первый раз. Это один из лидеров решений, который задает тон. И, собственно говоря, понимать, куда двигается, что новое появилось, можно почерпнуть здесь. В этом году эксперты компании Palo Alto Networks говорят о защите облачных сервисов. И они говорят, что это глобальный тренд. Что это значит для рынка информационной безопасности России и мира? И что значит пока еще не модная аббревиатура XDR? Узнаем об этом из первых рук. Мы вернемся, что в несколько лет назад, большинство сервисов и аппликации будут работать только в cloud. В cloud это одна из самых важных мест для тех, как сейчас. Потому что большинство компании трансферируют работы работы от физических сервисов и виртуальных сервисов в cloud, даже в России. Люди вернят, что в cloud это безопасно, но это не правда. В cloud это так опасно, как в любом системе, который можно использовать на председательном уровне. Поэтому мы должны быть способны защитить, защитить, защитить и защитить облачных сервисов везде. Я думаю, что в 5 лет назад, если компания как Palo Alto Networks только продает физические сервисы, то я думаю, что эта компания, эта компания, эта компания, будет死на. Было время, когда люди просто боялись подключать компьютеры к интернету. Какие-то там угрозы, какие-то там хакеры. Сейчас все подключены, да, угрозы есть, но ничего, живут. Сейчас следующий такой этап, облака. Там какие-то угрозы, страшно, неизвестность. Окей, подключились, вроде живут. Поэтому очень зависит реально от компании. Трендом, как я успел заметить, стала автоматизация. Здесь мы хотим купить компанию Демиста. Сейчас об этом идет разговор. Она как раз занимается автоматизацией. И автоматизация реально помогает упростить жизнь безопаснику, ну и айтишнику. Почему? Потому что, допустим, автоматизация каких-то действий помогает расследовать инцидент не за часы, а за минуты. Ну и, конечно, это сильно улучшает наше собственное восприятие в сфере безопасности. Мы, по сути, привыкли придумывать новые термины. Как мы в 2007 году придумали термин Next Generation Firewall. Сейчас все говорят, о, у нас то же самое. То сейчас мы придумали термин XDR. И сейчас, скорее всего, я думаю, что другие будут говорить, о, хорошая идея, мы хотим то же самое. Идея была простой. То есть, если раньше мы могли собирать всю информацию с рабочих станций, анализировать и коррелировать эту информацию на уровне рабочих станций, потом были продукты, которые... Кстати, вот первый класс продуктов, сейчас называется EDR, Endpoint Detection Response. Был и появился недавно достаточно класс продуктов, который называется поведенческий анализ сетевой, UEBA, сокращенно User Entity Behavior Analytics. И он анализировал сетевой трафик и, опять же, говорил, вот здесь вот какой-то аномалии и так далее. Что сделали мы? Мы объединили эти два продукта. Поведенческий анализ на рабочих станциях, поведенческий анализ сети с единой системой управления позволяет реально видеть больше вещей. Наверное, как iPhone, да? Никто раньше не думал, что если сделать просто экран без кнопок, и люди будут рады в него нажимать пальцем, то у нас, конечно, у меня есть, конечно, некие ожидания, пойдет, не пойдет. И для этого мы устроили эту конференцию, чтобы послушать мнение, ну и посмотреть на то, как реагирует российский именно рынок, ну и рынок СНГ, за который мы тоже отвечаем. Есть возможность услышать из уст достаточно успешного и заметного зарубежного вендора. Те же самые тренды и новинки. Потому что, как бы мы ни хотели, все-таки мы пока что ориентируемся на события, приходящие к нам из-за рубежа. Много новых решений облачных по своей природе появляется. И это та тематика, которая интересует и нас, и наших заказчиков. Конференций очень много, и, наверное, почти все они интересные. Ну, у Палальта в первую очередь есть экспертиза по своему продукту и в целом как комплексный продукт по информационной безопасности. Активно развиваемся по этому вендору. Это один из наших основных вендоров в портфеле в разрезе информационной безопасности. Поэтому мы, конечно, здесь должны быть, и мы тут есть. В форуме в Московской мы участвуем уже во второй раз. И второй раз мы видим очень хороший эффект от мероприятия. Много людей, которые интересуются. Они просто ходят по стендам и там собирают что-то. Собственно, поэтому мы любим мероприятия от Палальта. Во-первых, по причине того, что мы сами на себе чувствуем большой фидбэк. Естественно, участвую, потому что хочется услышать о новых технологиях, о новшествах. Хочется пообщаться с людьми, которые приходят на конференцию. Провести обмен мнениями, мыслями. Я активно слежу за новыми продуктами, такими как XDR. И, естественно, их судьба и развитие меня очень интересуют. В первую очередь, меня интересуют, наверное, какие-то новые решения, которые я могу применять для своих заказчиков, для наших проектов. Какие-то новые практики. Меньше народу, чем на каких-то больших, крупных выставках. И, соответственно, нет вот этой толпы, которая мешает, например, услышать ведущего. Это легче именно воспринимать вот просто общение более такое в узком кругу. Это все-таки один из ведущих подставщиков решений, в котором можно посмотреть, там существующие тренды, куда развивается индустрия. Ну и, в общем, что можно там полезного, хорошего взять для того, чтобы быть там и ощущать более себя защищенным. Желание бизнеса двигаться в облачной технологии и использовать эти сервисы. Различная конфигурация, оно там велико. С нашей стороны там задача понимать, как это защищать и что нужно предложить, сделать для того, чтобы такая возможность появилась. Понимать, куда двигается, что новое появилось, можно почтуть здесь. Поэтому как некий предвестник или там ожидание, чего нового ждет и куда там двигаться, на что нужно посмотреть, внимание обратить и более там свой взгляд. Это вот то, что можно посмотреть на рынке. Palo Alto достаточно известная компания с большим, серьезным полом заказчиков, который является, в общем-то, одним из лидеров на рынке информационной безопасности. И поэтому присутствие для тех, кто является, так сказать, интегратором в информационной безопасности, оно обязательно на таких конференциях. Достаточно много пришло участников, да, и такие фокусные люди, которые именно занимаются информационной безопасностью, которые могут вам рассказать достаточно много очень целевых кейсов использования. Мы понимаем, что это не местечковое мероприятие. Здесь приехали к нам, в том числе, эксперты со всего мира, которые работают в компании Palo Alto Networks. И это говорит о том, что, в принципе, все, что здесь говорится, это достаточно интересно и актуально. Не секрет, что Palo Alto Networks является лидером в своих начинаниях. И то, что сейчас предлагается, в основном, облачное решение, говорит о том, что со временем все уйдет в облака. Я решил воспользоваться этой прелестной возможностью, открыть для себя что-то новое и подготовиться к вызову завтрашнего дня. Интересно быть в курсе того, что предлагает лидер рынка. И лидер рынка не с точки зрения «купил, продал, дальше пошел», а с точки зрения инновации и технологичности. Интересно послушать было про новые решения в области EDR, потому что Palo Alto недавно купил новую компанию и посмотреть, что же эта новая компания предлагает. И плюс пообщаться с другими клиентами, заказчиками, поговорить об их опыте внедрения. Конференция направлена на решение Palo Alto. Palo Alto довольно-таки неплохой вендор, у которого есть большой портфель решений в области информационной безопасности. И это лишний раз дает возможность заказчикам посмотреть все эти решения, на которые, возможно, до этого не хватало времени или ресурсов протестировать, посмотреть, пощупать. Такой сегодня была конференция Palo Alto Networks 2019. В эфире BIS-TV с вами был специальный корреспондент Александр Парамонов. До новых встреч!